Покемона! Из солёного теста лепить покемонов! Да! Класс! С Андрюшей, тётей Настей и мамой! Да! Что нам надо для того, чтобы сделать солёное тесто? Значит, нам нужно вот любая мерка, допустим, стакан соли, столько же муки, раз, ой! Все в муке! Можно носики запачкать? А-а-а! Оно должно быть у нас такое, как пластилин. Чтоб мы могли из него делать всякие разные фигурки. Из солёного теста можно делать всё, что хочет. У нас получается такая вот, как глина. Весим наше тесто. Оно должно быть такое гладкое. А для чего оно делается солёное? Знаете, для чего? Если дети маленькие, чтобы они не брали в угод и не вспомогали. Ты там занят покетбол. Ну давай, мы тебе следим сейчас. Из покемона. Клюша, тоже тарелка, давай поменьше. Не-е-е-е! Будет чувство не остановить. У меня... У меня перемешивание. Что это делаем застыть, да? Да. Да, мы не просто. И потом будем ухать убрасывать. Давайте покетбол рядышком, потому что тогда мы не сможем поднять картинку. Можно у вас вот так вот. Мы можем потом и на стену будем поднять. Давайте пока ваши покемоны... Мама, дайте подождите. Здесь покемоны сохнут рядом. Вот так? Да. Так. Наши покемончики готовы. Они у нас уже высохли. Проверить можно это легко, если покемончик не падает. С листика. Покемончик готов. Можно его уже раскрашивать. Итак, мы продолжаем. Наши покемончики почти готовы. Почти готовы. У меня только лицо не готово. Чуть-чуть осталось, да? Да, у меня. Ум, красночки. Мясо. Вот что, покемончики? Глазы. Какие красивые. А вот эти вот покемончики, можно, они высыхают. Их можно потом повесить на стену. Или сделать даже такую игрушку елочную. Или просто сделать покемонов из теста. Они высыхают и будут настоящие фигурки покемонов. Вот это ботиночка, когда я буду делать лазеры. И уй покемоны стоять. С лазерами. С лазерами. У нас огромнейшие покемоны получились, да? Да. Всего теста. Все, кто понравились наши покемоны, ставьте лайки.